Всем привет! Я хотела бы рассказать о платформе Coursera и о курсах, которые сейчас там представлены. Как, наверное, уже все знают, на период карантина абсолютно все курсы для нашего университета бесплатные. И выбрать можно по любой теме, начиная от бизнеса, заканчивая биологией. Все они, практически все, на английском. Можно выбрать, насколько я знаю, на нескольких других языках, испанский, еще какие-то, не очень помню какие. Но, я думаю, для нас будет интересен английский вариант. Я взяла курс, который назывался Speaking Professionally in Personal Line on the Phone. И этот курс был рассчитан на 5 недель. Я начала проходить его в прошлый вторник, закончила в этот вторник. То есть, его вполне реально, вот эти вот 5 недель курса уместить в одну. Просто, если посидеть немножечко подольше, поработать с ним. Но это не было чем-то очень сложным, неподъемным. Просто мне захотелось делать немножечко больше, потому что, на самом деле, я ожидала чего-то более сложного. Думала, буду сидеть очень много, на каждой неделе будут какие-то неподъемные сложные задания с большим количеством нового материала. Потому что это так выглядело. Там можно посмотреть все задания, которые у тебя будут в каждой неделе. И их действительно было очень много. Поэтому я рассчитывала долго сидеть с ними, тратить много времени. Но как только я начала проходить, они как-то очень неожиданно быстро заканчивались. Поэтому получилось пройти этот курс немножечко быстрее. Если рассказывать про него, то там преимущественно было повторение того, что мы уже проходили на наших парах английского языка. То есть, например, по фонетике, либо по грамматике. Но также что-то новенькое, например, по интервью на работе, или как давать elevator speech, или как презентовать свою услугу, свой товар. Уже больше то, что нацелено на нашу будущую профессию. Поэтому я не пожалела, что взяла этот курс. Но мне немножечко не хватило сложности, может быть, каких-то испытаний. Потому что я рассчитывала, что раз это курс, у американского университета будет что-то очень сложное. Но нет. На разный уровень, конечно, рассчитан этот курс. Поэтому, мне кажется, я буду брать что-то еще. Но если вы все-таки решите брать этот или любой другой курс, пожалуйста, сделайте это, пока у нас есть возможность пройти бесплатно. И сертификат даже можно получить бесплатно от некоторых университетов. Потому что лично я думала, что это будет стоить где-то в районе трех тысяч рублей. Обычно все сертификаты стоят. Но мне посчастливилось закончить курс с сертификатом бесплатным. Некоторые вузы, оказывается, предоставляют даже такую возможность. Поэтому, мне кажется, это здорово. И я бы с удовольствием взяла еще какой-нибудь курс. Если у вас есть немножечко времени отдохнуть в период карантина, то потратите это время с удовольствием, с пользой. Возьмите какой-нибудь курс на Курсере. Мне кажется, это отличный опыт. Потому что я читала отзывы про сертификаты. Вообще полезны ли они в нашей профессии, на интервью, на работе. Если кто-нибудь вообще смотрит на них, да, многие работодатели пишут, что они обращают внимание на различные сертификаты. Потому что это показывает наше желание самим развиваться, самим проходить, изучать что-то новое. Поэтому, пожалуйста, это будет плюсом в вашу копилочку к будущей работе, к даже портфолио в нашем университете. И я очень рекомендую вам пройти какой-нибудь курс. Любой. Вообще на любую тему можно. Там очень много всего интересного. Университет. Давайте усадимся. Продолжение следует...